Вот уже почти 20 лет звезда сериалов живет в браке с врачом Николаем Семеновым. Супруги пережили немало испытаний, которые только закалили их брак. Николай влюбился в Наталью буквально с первого взгляда, доктор увидел красавицу, актрису по телевизору. Тогда мужчина твердо решил, что будет добиваться сердца Антоновой. И у него все получилось. Мой муж много лет назад увидел меня в телевизоре и сразу решил, что я буду его женой. Ну не наглой, а. Короче, не поверите, но я его жена. Вот уже 20 лет со дня нашего знакомства. Не жизнь, а праздник. Фото с мужем и детьми редко выкладываю, но сегодня юбилей нашей семьи – исключение. Мы желаем всем счастья и любви в этот чудесный майский день, поделилась 50-летняя звезда сериалов в личном блоге. Помимо всего прочего, Наталья показала, как ее избранник занимается спортом. Пользователи сети отметили, что Николай выглядит прекрасной и уже стал настоящим качком. Наташа, вам с Колей очень повезло. Какие вы красивые и молодые. Счастье вам еще на долгие-долгие годы. Наташенька, от души поздравляю вас и вашу семью с такой внушительной датой. Пусть ваша любовь согревает сердце еще многие десятки лет. Вы очень нежно храните семейный очаг, такому стоит поучиться. Взаимопонимание вам, пусть супруг оберегает от всех житейских сложностей, дети пусть радуют успехами. Вы замечательные, отметили подписчики. Напомним, почти шесть лет назад Наталья Антонова и Николай Семенов пережили трагедию, не стало их двухмесячного сына Коли. Малыш появился на свет недоношенным и был очень слаб. Врачи до последнего боролись за жизнь крохи. Я так ни разу не взяла Колю на руки. Те минуты, которые я провела с ним, были самыми счастливыми. В тот момент не знала, куда себя деть, но дома меня ждали дети, надо было ехать к ним. Меня люди спрашивают, где мой сын, почему я о нем не рассказываю. Я боялась говорить об этом, мне хотелось все утаить, а не нужно скрывать правду от людей. Не стоит отчаиваться и тем женщинам, у которых случилась такая беда. Надо брать себя в руки. Коли для меня жив и находится рядом со мной, откровенничала Антонова.